МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Герман Гаврилович, напомните историю данного фестиваля-конкурса, как он появился, с чего все начиналось? Ну, история его уже довольно, скажем так, продолжительная. Мы уже отмечали и 20-летний юбилей, поэтому и 25-летний юбилей, скажем. Это все начиналось в начале 90-х годов. Как телевизионный формат он вышел уже в 92-м году, но как тусовку мы его проводили еще в 91-м году, чтобы оценить творческие силы, скажем, нашего региона, и какие у нас есть наработки, можем ли мы выйти. То есть была такая маленькая оценка, поэтому можно его как раз с этого момента и рождения фестиваля считать. 91-й год, это новогодняя тусовка, и в телевизионном формате это уже как раз мы его проводили в 92-м году. Как раз он стабильно проходит в первую декаду июня. И поэтому он начинается, и мы как-то стараемся, чтобы оно было привязано именно к этой дате. Нынче это уже день России, 12 июня, финальная точка. Пока еще студенты не разъехались, у нас это было злободневно, потому что нужно было привлекать и молодежь, и кому это интересно. А после в июле обычно проводят большие фестивали уже опен-эйром, когда отдыхают. Тогда уже все-таки как собрать, это уже другой формат. Почему так назвали, да? Наверное, вот это связано все-таки с мировоззрением хакасского народа, с его верованием, потому что мы поклоняемся и духам, да, и самый сильный дух, а основной из духов, который хранит семейный очаг, быт народа, это богиня огня, которую всегда, насколько я помню, мать кормила, чтобы у нас было все хорошо, чтобы все наши чаяния, надежды были всегда, скажем так, услышаны. А трудно ли было вывести конкурс на международный уровень? Наверное, все это приходит с опытом, потому что мы же просто так, у нас такого уровня никогда не было, и на таком уровне мы не работали. А опыт, он приходил сам по себе именно, когда приходилось участвовать на международных конкурсах. Для меня важна была сама внутренняя кухня, как это все проводится, и, конечно же, это знакомство, контакты, потому что без этого нынче невозможно, скажем так, провести. Даже при всех, скажем, пусть это будет гран-при, там, не знаю, какими суммами исчисляется, исчисляется, но именно, наверное, знакомство, теплота, дружеские отношения как раз поддерживает вот этот мир, и для меня это важно было как раз вот этой части организации и знакомство со своими единомышленниками, кто болеет этим, кто желает, чтобы их услышали, кто желает, чтобы себя, утвердить себя на этом поприще. Поэтому здесь, наверное, все-таки, вот в этой части самое важное, и когда мы уже решили проводить, уже имея опыт, имея знания, имея, скажем, контакты, это было уже не очень сложно. В Хакасии уже началась подготовка к проведению ОТР-2018. Кого вы ждете в этом году? Заявки от участников уже начали поступать? Заявки есть, но для меня, например, эта страна, страны, которые принимают участие, всегда они представляют конкурсантов именно на уровне, на таком очень высоком уровне, когда приезжают и представители именно страны. Кого привезут, я уверен, что это будут участники, скажем так, достойные, достойные, потому что есть и представители такого высокого конкурса, как Евровидение. Нынче у нас уже приезжают заявленные участники, которые выступали на Евровидении от стран. То есть мы ничем не ниже по уровню, если, скажем, относительно каких-то других фестивалей, конкурсов. А кто будет выступать от Хакасии, вы уже определились? Вот здесь, наверное, самая основная, скажем, сложная задача, потому что мы ежегодно проводим отборочный тур от Хакасии, чтобы подготовить и выставить своих наиболее интересных, сильных исполнителей. Но в этом отношении у нас будет отборочный тур в середине мая, поэтому пока что есть, скажем так, предполагаемые участники, но все равно это же конкурс. Поэтому в конкурсе, я думаю, мы обязаны все равно представить несколько таких сильных исполнителей. Здесь, наверное, нужно быть еще и этнографом, музыкантом, культурологом, искусствоведом, чтобы понимать, какую музыкальную культуру еще они несут. Вот как раз жанр олд-мюзик, который мы пропагандируем, это не только современные песни, это не только современные музыкальные стили, а это еще использование стилей, именно учитывая как раз национальные особенности, музыкальные особенности региона, народа. И вот в этой части как раз вот это совместить, и это все колоритно, это очень сильно, это очень сочно, скажем, если так можно сказать, то вот как раз в этой части, наверное, мы и богаты тем, что каждый может представить и свою музыкальную культуру в современных еще обработках. А в целом какие жанры будут представлены на сцене? Жанры самые различные, потому что все-таки олд-мюзик – это не только, скажем так, определенное направление, фольклорное направление, да, это как раз использование современных жанров на основе музыкальной культуры народа и региона. Поэтому здесь мы не ограничиваем ни одного исполнителя, именно никому не указываем, в каком жанре, стиле работать. Главное, чтобы, это почему еще спрашивают, чем отличается этническая эстрада, от какой эстрады, что за эстрада. То есть часто вот такие нюансы возникают, потому что вроде бы и фольклорная музыка тоже эстрада, да, и другая музыка, можно вот таким объемным словом сказать эстрада. Поэтому мы здесь всегда акцентируем на том, что в любом случае должно быть использование современных музыкальных выражений, инструменты, выражения, и поэтому это не только чисто взял народные инструменты и отработал, да, но если есть современные музыкальные барабаны, бас-гитара, там современные перкуссии, технические, скажем, звуки, которые современные, если вы используете, то значит мы подходим к нашему, а в остальном мы никого никак не ограничиваем. Как вы уже сказали, в Хакасию съедутся лучшие артисты, коллективы из различных регионов нашей страны, из зарубежных стран. Но все-таки есть ли какие-то критерии для участников, или может принять участие любой желающий, любой исполнитель? Критерии в любом случае есть. Это исполнительское мастерство, на каком топе идете. И я уверен в том, что не каждый исполнитель пожелает испробовать свой талант, творческие силы, если он уверен в том, что он может принимать участие, он, пожалуйста, регистрируйтесь, проходите. Но у нас ежегодно проводится еще закрытый отборочный тур. Кроме того, что мы их отслушиваем, прослушиваем. До 18 мая как раз вот этот, скажем так, отборочный тур идет. Они отправляют свои музыкальные файлы на наш оргкомитет, и мы оцениваем их уровень. Поэтому, если кто-то подает позже, то мы проводим дополнительный, скажем, закрытый отсмотр и отсев. Потому что в любом случае, выходя на зрителя, мы обязаны предоставить качественный продукт, чтобы это было конкурентоспособно, чтобы была интрига. Если нет интриги, значит и уровень конкурса, скажем так, будет немножко неправильно оценен. Поэтому здесь каждый участник может пожелать кто угодно, но в любом случае должен быть какой-то, скажем, уровень, на котором мы уже застолбили. А сколько человек должны выйти в финал? Сколько артистов, коллективов вы допустите до финального выступления? К сожалению, это и есть как раз формат телевидения, который мы обязаны учитывать. Так как, если мы, допустим, человек 30, этот конкурс у нас закончится в течение, скажем, 5 часов. А мы не имеем права в телевизионном формате выходить за рамки какого-то определенного периода. Это человек, наверное, участников, то есть 15-17. То есть мы не имеем права дальше выходить. И вот в этой части, как бы то ни было, фестиваль – это праздник, встреча, участие, выступление на тех или иных площадках. Но конкурсная часть, она имеет свои жесткие ограничения. А кто будет оценивать участников? Кто войдет в состав жюри? Это как раз-то те наставники, профессионалы, которые приезжают и привозят своих участников. В этом отношении у нас, как и опять же скажу на примере международных конкурсов, это один участник, а одна страна, либо один представитель страны, который оценивает, скажем, всех участников. Каждая страна представляет своего члена жюри. Каждый регион выставляет своего члена жюри. Какова программа фестиваля этого года? Будут ли какие-то новые номинации? Номинации, к сожалению, у нас, может быть, не к сожалению, потому что каждый и исполнитель, и группа, и вокалист, и ансамбли, они идут у нас так же, как и одна единица. Поэтому мы не разбиваем на ансамбли, мы не разбиваем на вокалисты. Номинация у нас одна. Оценки одни, и всех мы оцениваем только, не двумя, не тревя бальными системами, а только одна бальная система. Вот имеешь право до 10 баллов или до 15, и вы одной оценкой оцениваете одного артиста или ансамбля. Над чем вы сейчас работаете, как идет подготовка к фестивалю-конкурсу? Ну, сейчас как раз мы подготовим, скажем так, финансово-сметную документацию, творческие, программные моменты. Ну, это такая техническая часть работы. В основном, конечно же, это мы должны привести участников, участники, и определиться с членами жюри. Это творческие части, о чем мы говорили как раз. И, наверное, подготовить свой регион, своих исполнителей, чтобы они смогли вот на таком достойном уровне выступить. А до какого числа продлится прием заявок, и когда пройдет сам фестиваль-конкурс? Прием заявок у нас, согласно положению, до 18 мая. Все это сейчас как раз работает. И сам конкурс у нас традиционно проходит с 8 по 12 июня, где мы ставим, скажем так, на День России большую точку, такую фанфарную. Поэтому здесь, я думаю, как раз вот в этой части будет уже наш музыкальный праздник как бы завершается, и мы переходим уже к новому этапу. Так как у нас он проводится в три этапа, мы опять переходим на республиканский статус, потом всероссийский статус, и вновь выходим на международный статус. Герман Гаврилович, спасибо за беседу. Это была программа «Вопрос дня». Увидимся завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова